Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моем крымском канале. Друзья, привет вам из Алубки! Сегодня у меня интересное видео, я хочу поделиться с вами новостями. У меня прошел такой творческий вечер, в день музеев это было, в музее, в Алубке, музей Амитхана Султана. И сегодня я вам покажу, что я демонстрировала, ну и вообще посмотрите, как прошел этот вечер. Музея, вы знаете, что у нас проходит 11-я «Ночь искусств, ночь музея». Это ежегодная российская акция, наш музей тоже в ней участвует. И в этот день у нас во всех музеях, в частности в нашем музее, встречи с очень известными и творческими людьми. Потому что в этом году девиз «Ночь искусств, ночь музея, искусство объединяет». Приглашаются в музей творческие люди, которые занимаются какими-то интересными ремеслами. И вот сегодня своим визитом нас почтила Евгения Новичева. Это и блогер, и очень известный творческий человек. Она и изготавливает своими руками украшения, вышивает, творит. Музыкант играет на четырех инструментах. На пейке, на архе, на гитаре. И так, как вы сегодня смогли услышать музыкальные произведения. И я хочу начать таким небольшим видеороликом исполнения Евгении. Мы с вами увидим, как она, она в коре играет на пейке. Музыкант играет на пейке. Музыкант играет на пейке. А мы пользуемся им всем. Пожалуйста, подписывайтесь и смотрите прекрасное видео, которое Евгения интересно комментирует, очень снимает красивые наши живописные уголки Крыма. Она сегодня очень много принесла из своего творчества и украшения, которые она делает своими руками. Вот такие интересные вышины, да? Можно вышинки назвать? Билеры, да? Билеры, да. Билеры. Билеры. Ставь Mageachi. Мы Э form, как летом. Мы приезжали наездами, потому что дети учились в школе. И работали мы еще. И вот вышли на пенсию. И мы три, сколько, четыре года уже, как мы заехали на постоянное место жительства. Поэтому Алупу я знаю давно. Очень люблю. Мне нравится здесь вообще все. Любой уголок. В школе преподавала я как же песни, я акомпанирую разные инструменты. Помимо этого я вела много лет курсы рукоделения. И вот это я так и что все привезла с тобой, что-то у меня осталось от прежних занятий. Значит, с чем я занималась? Вот, главное, интересно будет габелены. Это ручная работа на таком небольшом станочке. Он может быть и большой. Сейчас вот у меня тут метровый станок, но я что-то еще пока не приступила к большому работе. Вот, это все шерсть, полушерсть, это все ткется. Такие небольшие кусочки делаются, ткани наматываются. И вот оно продевается сквозь основу. Вот так делаются эти габелены. Ну, а травку, кто вяжет, так вы знаете, что. Материалы сейчас очень разнообразные. Значит, вот это габелены. Теперь про это расскажу. Это китайская живопись. Я в Москве училась у самого сильного мастера, который... Она русская, но она в Китае живет много лет и приезжает. Периодически там она преподает классическую живопись китайцам. И сама берет уроки у китайцев, потому что Го Хуа, это называется традиционная китайская живопись, очень сложный жанр. Он очень такой консервативный, там определенные сюжеты. Вот только так и никак. И они вот это сохраняют, китайцы, это искусство. Это все делается на рисовой бумаге. Или она травиной, еще называется бумага специальная. Она напоминает папирусную бумагу, вот один из бумаги, а другой больше на промокашку. Помните, мы учились, промокашки были. Вот, конечно, ценится больше та толстая бумага, потому что там особым образом растекается. Нет никакого эскиза. Вот вы смотрите, в основном мы что делаем. Копируем старых мастеров китайцев. Искусство же древнее очень. И, в общем, сразу это все, исправить ничего нельзя. Даже в масле можно передвинуть, там что-то затушевать. Здесь все на раз. Поэтому очень длительный процесс обучения. Также, конечно, иероглифы. Потому что каллиграфия, она, во-первых, руку ставит, там особым образом кисть держится. Ну, в общем, мы дружим вот с этой преподавательницей. Ну, сколько лет? Больше 10 лет. Она приезжала к нам уже сюда отдыхать. Ну, в общем, какие работы были, потому что что-то продано, что-то подарено. Я так неожиданно все получилось. Очень традиционный, видите, бамбук, мейхуа. Виноград, нет, это не самые, как бы, каноны. У них 4 канона. Мейхуа – это цветущая слива, обязательно бамбук, хризантема. И что-то еще, что-то было. Что-то еще забыло. 4. Это основные штрихи, как бы, вот они когда начинают китайской живописи учить. Детей начинают прям с малолетства. Чтобы ставить руку, вот там все основные штрихи на эти. Называется это 4 благородных. Вот у меня только два. Вот. А что еще? Я очень люблю зимой ходить на море. И я собираю кавушки. Не кавушки, стеклышки морские. Правда, сейчас настолько аккуратные, чистые. Блин, потому что битого стекла-то практически нет. И это обточенное море. Это же просто руками уже такое не сделает. Море обработала и отдала нам вот такую красоту. Вот эти все маленькие. Ну и по цвету я их там разбираю, по форме. Это же у меня короткие все. Всякого творческого этого материала. Хлама вообще всякого. Я все собираю. Потом, значит, одно время я увлекалась, я их клеила. Это клеится на прозрачный клей. Вот. Это все, ну, в принципе, обучиться этому не очень сложно. Надо иметь вкус просто как-то это расположить. И терпение угробное. Вот это берется обычное стекло в сахарнице. Это могут быть графины. Лучше, конечно, если они гладкой формы. И вот это все постепенно, потихонечку это все обклеивается вплоть до крышечки. Это на клей сажается? Да, клей прозрачный. Ну, этот универсальный называется. Руки, конечно, все периодически приходится это отбирать. Это стекло, которое море выбрасывает бутылки. Да, это вот то, что набросали бутылок через какое-то время море. Это все обработало. Еще и поэтическое название называется «Слезы русалок». Очень красиво. Это разборено. «Слезы русалок» – это стеклышки, выброшенные на берег. Вот я недавно была в Ялте. Друзья, я удивилась просто, что у нас в Улке стекло очень мало. Это надо куда-то в специальные места ехать, заброшенные какие-нибудь. Там вот эти. И я в Ялте выбрала вот и довольно крупные. А то же пилки-милки, стеклышки. Вот. Но это еще не все. Дело в том, что я осваиваю, все еще сейчас работаю над этим. Это называется «Тиффани». Это такой лентой оборачивается стеклышко. Суда емкая работа очень. Еще тебе надо эту ленту купить, найти. А потом это оловом паяется. Вот это все спаяно. Это у меня как бы пробная работа. Вообще, на самом деле, я готовлюсь. Я хочу сделать лампу «Тиффани». «Тиффани» – это мужчина-дизайнер, который придумал, как соединять стекла. Вот их же как-то соединить надо. Они их же так поедут, невозможно. Он изобрел вот эту ленту «Тиффани». Это такая медная лента. Она может быть разной ширины. И вот оно все это. Каждая стеклышко этой ленты, потом это протравливается кислотой, а потом уже оловом. И получается, соединяете, соединяете. Если стекла крупнее, конечно, поинтереснее. Потому что мелкая, очень тяжелая работа, очень мелкие они. Ну вот, я просто попробовала форму у меня. Андрюша мне там сделает всю электрику. Вот. И теперь нужно абажур. Вот еще я не выписала. В «Авалберис» можно выписать абажур. «Каркас» называется. Просто проволочки. И вот в эти проволочки металлические потом будет впаиваться. Уже там зон какой-то я буду делать. Ну, мне паять очень нравится. Прям безумно вообще. Если я вам скажу, что это не очень полезно, потому что мы же дышим там, должно быть какой-то респиратор одевать, что-то себе надо. Но я по часу, вот больше часа я не паяю. Потому что, все-таки, это не очень полезно. Теперь, друзья, я еще хочу вам показать. Давненько я вела пустын. Ну, раз я жила в Москве и в Екатеринбурге, в Москве больше, конечно, я вела магазины «Леонардо», наверное, вы знаете, когда ездите, путешествуете, вот эти вот огромные магазины другодельных различных вещей. И вот в магазине «Леонардо» они как бы приглашают мастеров, и мы ведем там, они-то все оплачиваются. Они ведут, ну, во-первых, им надо реализовать материалы. Приходит 5-7, надо 10 человек, ставят столы большие. И вот мы, скажем, разные виды. Я еще не принесла вам топиарий. Вот я вела топиарий – это, значит, горшочек, такая, ну, палочка – это такое искусство. Вообще-то яйца пустынка стрибут. Топиарное искусство – это придавать форму растениям. А это сделано искусственно, наверное, какие-то. Это могут быть яблочки какие-то там, или цветочки, или бантики. Вот забыла, когда уходила, и вот этот вот топиарий хотела вам показать. Они вот такие большие. Считается, что каждая женщина для счастья должна дома в спальне вот такой топиарий иметь. Лучше, если она его сделает сама. Вообще своими руками. Вот. И я этих топиарий, по-первых, я их коучему бы делала и как бы продавала всегда. И вот на курсах вела вот эти курсы. Потом следующие курсы – это были вышивка лентами. Я сейчас, не знаю, уже уехала какое-то время, не знаю, модно сейчас, может быть, уже не так. Но тогда просто искали эти книги. В общем, я это все освоила. Это игольницы. Там ватка мягкая, вот это вот. Ну, синтепончик вот такой. И вот различные мы с девочками на уроке. Примерно я вам покажу, как это будет. Даже у меня осталось от тех уроков. Вот на такой штучке, видите, да, вышивается штучка. Потом это натягивает. Как все на эту ватку. Ватку главное ровненько сделать. И получается вот абсолютно любой рисунок, что захотели. Ну, я вот какие-то потухи вот давала, когда на занятиях. Так это как-то выделать? Или на крышках? Это, знаете, что диски отсидит. Значит, их надо... Ну, их два, наверное, да? Первый диск... Я уже... Да, на первый диск мы натягиваем вот это. То есть мы вышили картину. Рассчитали размер, сколько. Чтоб натянулось, и у вас это... И вот набивается синтепончиком. Все это натянулось. Там закрепилось с обратной стороны. И следующий, второй диск. Он как бы закрывает кишечком. Его тоже обтянули. Ну, вот это вот все люди приходили и учились. Потому что вот эта вещь нужная, очень удобная, и будет лица. Вот. Что еще? Теперь, ну, поскольку сейчас самое последнее мое занятие. Ну, вае. Значит, называется это древьбуд. Это собирается морская древесина. Ну, и не обязательно морская. Потому что мне когда не хватало для отделки, сейчас я покажу. Я, вы знаете, даже в саду могу взять веточки. Но они должны быть хорошо просушенные. И получается, вот, это было зеркало. Вот у меня там домики на территории. Мне надо было зеркало. Что-то оно там варабало. Какая-то пластиковая такая страшная была. И я решила это все, значит, облагородить. Вот. Я придумала. Дело в том, что есть подвесы сейчас такие. Я купила на Малберис. Такие штучки прям готовые. Ну, вот тут такой подвес придумала. Значит, это зеркало берется как то. Тоже. Тоже курсы. Это все можно преподавать. И люди будут ходить. Потому что материал фактически ничего не стоит. Ну, что тут. Только пистолет. Вот все. Да. Клейной пистолет. Это все-таки надо попрочнее, если вы хотите что-то. То вот это на клей. Видите, здесь тонкая работа. Надо такой клей. Этот. В тюбиках. Универсальный. А когда нужна вот какая-то повседневная вещь. Рама для картины. Это же может быть большая работа. Не обязательно, что это будет. Так. Ага. Не обязательно, что это будет что-то в середине. Вы же можете сплошную картину, композицию какую-то придумать. И у вас будет. Эта картина не моя. Это художник наш местный. Алукинский. Я, к сожалению, купила имя. Не очень запомнила. Но я его увижу и спрошу когда-нибудь. Что-то написать где-нибудь сзади. Значит, это она причем. У него картина на холсте. Вот такой ширины. Значит, мне пришлось нарастить вот это все. Картоночками. Я это все вымерила, нарастила, выровняла. И она поэтому получилась вот с такой боковиной. Вот. И это все дерево морское. Хожу вот гулять, собираю все. Вечные ампалки. Все там. Все. Клакални. Все тащу. Да, да. Еще я вам не принесла. Я рисовала на камушках. Наверное, года четыре здесь. Я до пандемии ходила по пляжам. Я, между прочим, ее реализовала. Издавала и продавала. Вот когда у меня время было.